Всем привет, меня зовут Саша Ситейкин, я играю Диму Дубиной. Меня зовут Сергей Горошко, я исполнитель роли Сергея Разумовского. Дима Чеботарев, я исполнил роль Олега Волкова. Привет, меня зовут Тихон Жизневский, я исполнитель роли Игоря Грома в фильме «Майор Гром, чемной доктор». Сейчас буду отвечать на вопросы по комиксам. А сегодня я пришел сюда, чтобы меня проверили на мое незнание комиксов и всех остальных актеров. Саша его прошел на 20-20, посмотрим, как ты справишься. Поехали? Дима, не подсказывай. Пиши мне в инсту, пожалуйста. Итак, вопрос. А почему билетов нет? Сами нарвались, а вот так вот. Каких же зверей чумной доктор в первом сюжете использовал для одной из своих казней? Змей. Ворон. Семей. Крыс. Крыс? По-моему, крыс. Крыс. И это правильный ответ. Пусть теперь все знают, крыс чрева отозлить, может, что приближается его не пережить. Я, наверное, просто фобии своей, первая фобия вылетела просто, змеи. Я, когда первый раз читал «Гром», я такой, о, комиксы, думаю, классно, смотрю там, выпущенные кишки, думаю, я на своем месте. За какую футбольную команду болела первая жертва чумного доктора, Кирилл Гречкин? Ой, я не знаю. Слушай, ну, если это Петербург, к сожалению, Зенит. За Зенит. За Зенит. Я даже команду футбольных не помню. Известно, Спартак. Сейчас, по-моему, не стыдно, но я не помню. Спартак. Да, ведь именно за нее болеют жители Петербурга. А я не знал, что Петербург и Зенит. Только за кого в Питере еще болеть? Но пока это вопросы-то такие, простые. Я понял. Можем на них остановиться, а потом смонтировать, что я победил. В каком выпуске впервые появилась Юля Пчелкина? Не все вопросы про тебя. Тогда не знаю. Нет, сейчас. В третьем. Чурной доктор. Там цифра должна быть какая-то? Блин, может быть, в третьем. Пять – это слишком долго без Пчелкина. Три. В втором. Сложный вопрос. Кажется, второй. Скажем, будет первый. Вроде бы в первой части очень много доктора. Ладно, почти все близко. А давай сразу. А в каком выпуске впервые появился Олег Волков? Вот я с ними, с принцессами, Святой Патрик, это третий, четвертый. Двадцать пятый? Это ты знаешь? Пять. Двадцать пять, на самом деле. Двадцать пять? В двадцать пятом выпуске, да, «Майор и Гром». А, это вот, который... Да, тоненький. Я вот в этом... Да, так пять. Да, в принципе, пятый том. Если ты имел в виду томики, то пять, да. А потом, да, «Время ворона». Ты знаешь, в каком выпуске? Я говорю, активно не читал. Ты можешь сказать, выпуск или номер книги. Номер книги. Да, номер книги, где появился впервые Олег Волков первый. Сюжет «Игра» впервые, где появился Олег Волков. Да, я думал, он раньше был. Нет? Я, видимо, все перепутал, если там кое с чем. Что, по выражению самого «Майора Грома», его больше всего возбуждает? Его больше всего возбуждает? А он говорил? Не знаю. Дима Дубин? Дима Дубин? Нет, мы не про киношного «Грома», про комиксного. А, про киношного Дима Дубин. Нет, я не буду. Ты можешь вспомнить что-то из «Тишины» и «Общаги» просто. Не знаю. Про Копенко? Ладно. Шаверма. И Юлия Пчелкина. Одновременно. Юлия Пчелкина с Шавермой в руке. Шаверма? Шаверма. Погоня. Преступники? Правосудие. Кирилл Гречкин. И все, что с ним связано. А, нет, подождите, мы говорим про Тихона или про Майора Гру? Да. Где Гром прятал диктофон, на который записал признание Разумовского во всех преступлениях? Шапки. Войтники. Так, есть его, его же обыскивали. Мне вспоминается чудесный эпизод из «Сада грешников». Припоминаю то, что он был там голый. Вот тут я и посыпался. В пистолете. В собаке. Мухтар появился чуть попозже, но в принципе, да. Можно позвонить Диме Чапатареву? Давай. В собаке. И она в кошке. На самом деле... В вороне, у Разумовского же вороне. В вороне, все. Один вариант в собаке, второй вариант в вороне. Она вот так летала и записывала. А как, куда он там засунул диктофон? В ворону. Какова была конечная цель Сергея Разумовского в комиксе «Майор Гром. Чудной доктор»? Избавиться от шизофрении. Стать президентом, преобразовать Россию, преобразовать мир. Бороться с несправедливостью, скажем так. Президентство. Избавить город от всяких этих вредных элементов. Как всегда, пинки. Пытаться захватить мир. Сергей Разумовский, Сергей Разумовский. То как, какая, ну, чтобы всех убили. Это неправильно. Дима, кстати, сразу ответил, потому что стать президентом России. Он же стоял там на трибуне, у него прям был кадр. Он хотел бы той. Ну, слушайте, я как Разумовский готов сказать, что это не так. Так что неправильно это. Неправильно. А у меня правильно это. Хорошо, у тебя правильно. Учительница Мария Ивановна утверждала, что фамилию этого художника... Что Чеботарев ничего не добьется. Что Чеботарев ничего не добьется. Что фамилию этого художника Разумовский выдумал. Какую? Слушайте, где-то вы там это нашли и все. Тоже не знаю. Я чувствую себя на экзамене. Пускай будет Вослицов. Ну, там что-то сложное. Боттичелли. Который у нее был хреначелли, кажется. Боттичелли? Я больше художников не знаю. Подожди, он же существует? Да, он существует. Но она была не очень умная, учительница, очевидно. Какой адрес у странички Игоря Грома в соцсети вместе? Шаурма 1738. Иди, тупой мусор. Грянул Майский Гром? Нет, не назову, я не помню. Прости, Игорь Гром. Никакой. Нет странички. Вы что, у него кнопочный телефон. Не, ну я знаю основные такие хештеги. Кнопочный телефон, отсутствие оружия. Мне кажется, у него не было никакой страницы в соцсети. Молодец! Молодец! Он же тупой, он не может печатать. У него пальцы атрофированные. Ну, и она, по-моему, даже ее и не было. Он ее и не создал. Сидел через корпоративный аккаунт. Да, да. Или как я в Твиттере. Смотри, вопрос. Почему Разумовский запретил Олегу убивать Диму Дубина? Он ему позвонил, сказал, что мне с ним делать. Он сказал, пусть помучается, пусть это будет послание. Что ж такого делал Дима Дубин? Я не знаю, надо было убить. В комиксе был такой момент. Зачем? Дурак. Потому что он офигенный чувак. Дима Дубин хорошо пел. Потому что он ему очень нравится. Потому что он хочет любви. Он не убил Диму Дубина, потому что он был ему нужен. Он был пить смузи. Да, ему нужно было на пробах священника играть. Потому что он присматривал за Марго. Потому что он заботился о его Марго. Кто ухаживал за... Дима Дубин. Дубин ухаживал за моей вороной. Я Сергей Разумовский. Я исполнитель Сергея Разумовского в роли Сергея Разумовского. Что первым взрывает Разумовский в этом комиксе? Не знаю, машину какую-нибудь. Так, что там было? Что-то какое-то народное достояние. Памятник. Или участок. Полицейский? Да. Нет. Постоянно путаете площади не Дворцовую, а Площадь Восстания. Стеллу на Площадь Восстания. Шампур взрывает. Ну вот видите, я зато могу вам рассказать, что обелиск на Площадь Восстания называется Шампур. Вот тут сложно. Так а до этого было легко. Да, до этого было нормально все. А то, что я вспотел, это значит просто... Какой фигурой был Олег Волков в шахматной партии Разумовского и Грома? Я только смотрел ход королевы недавно. Конь. Ферзем. Ладьей. Не помню. Ну, наверное, что-то из руководящих постов. Подожди, а там же я... Там же Разумовский его и расстрелял после, по-моему, этой шахматной партии. Я могу шутить про пять пуль, но не помню фигуру. Слон. Ну, короче, какой был вопрос? Какой фигурой был Олег Волков в шахматной партии? Дама. Как прозвали Разумовского в итальянской тюрьме? Его прозвали какая-нибудь, типа, Бёрдман. Я не знаю. Да! Я не знаю, как его прозвали. Там что-то на итальянском. Разумовини. Эль Режиньо. Эль Режиньо. Эль Болонеза. Эль Бартухая дали погонял в Абасе. Эль Дьявола Руссо. Русский дьявол. Эль Дьявола Руссо. Эль Людей в Венеции покрошил. Это я бы знаю. Да. Ну, лучше не спрашивай меня про тот эпизод. Где работает сестра Димы Дубина? Хороший вопрос. Вот на этот вопрос он ответил. Журналистка? Он ответил про свою сестру. Надо про... Сестра Димы Дубина работает в какой-нибудь, я не знаю, в художественной школе, что ли. Кажется, в ветклинике. Ну, вот я помню что-то связанное. Искусство. Искусство, да. Первой репликой какого персонажа комиксов была фраза «Я тут новеньких привез». Что-то за борделем связано? Не знаю, возможно, кого-то из коллег Голова. Это же не может быть Волков. Нет. Если первый ряд угрома, наверное. Нет, он никого не возит, он их только избивает. Лупит людей, он их не возит. Это, по-моему, стихотворение такое. На Новый год. Я тут новеньких привез. Я тут новеньких привез. А какого-нибудь полицейского рандомного из... Нет, ты знаешь, что персонажа. Попробуй вариант. Прокопенко? Из известных. Прокопрокопенко? Кого Прокопенко привез? Прокопенко? Волков был. Волков, конечно. Это когда он под прикрытием, ходил в тюрьму. Я говорю, либо в сад грешников, либо в тюрьму. А, Олега Волкова. Правильно. Правильно, правильно. Потому что я хотел даже вам сказать, что надо говорить о Олег. А кто еще мог сказать? Не знаю, как он там полицейского одного из них. Полицейский? Дукалис. Все, неправильно. Это Олег Волков на самом деле. Кого он привез и куда? Ну, какие-то разные, по-моему, версии майора Грома читали. Сколько килограмм должны были зафиксировать весы, чтобы остановить таймер бомбы чумного доктора на станции метро Спаска? Там была круглая цифра. Ну, да, 150. Ну, слушай, если это вопрос Артема, то 66. О, 69 килограмм. Давай еще второй. Второй вариант еще есть. Все знают ответ. 14. Хельп. 90. 90. 90-е убивали людей. Какие есть еще, да, пошлые числа? 27? А, нет, невозможно сейчас. 300. А, блядь, ну да, кстати. 300. Вера. Здраво. Вера, извиняюсь. Не знаю, 33? 300. 300. Ну, практически. 300, 30. Где 303, там и 300. В каком сюжете впервые появляется Мухтар? Мухтар. Это же Мухтар сериал такой был, по-моему, Россия один. Про сфинксы, по-моему, там было. Ой, это где сфинкс, по-моему. Загадка дыры. Любовником какой из принцесс был принц на белом Ферраре? Вообще не понимаю, о чем речь идет. Ну, конечно, Ариэль. 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 Я не знаю. Все. Дим, пойдем отсюда. Ариэль. Ариэль это стиральный порошок. Чего меня обманываете?